Победа так называемых просоросовских сил в Молдове, а также военные действия в районе Карабаха, некоторым украинским патриотам так называемым вскружили голову. А еще и победа Байдена вдруг может быть обломится, и они вообще уже считают, что все, воины света могут постараться устроить реванш в районе Донбасса. А также Турция вдруг у них стала таким вот героем, и что Турция придет и поможет так называемым украинским патриотам, и собственно говоря, чем она может им помочь. Но не важно, то есть сложились определенные опять же иллюзии и фантазии, что вот нечто может произойти. И поэтому нередко подписчики спрашивают, а возможно ли, исходя из всех перечисленных факторов, что вдруг кому-то придет шальная мысль попытаться все-таки решить вопрос в районе Донбасса военным путем. Потому что ряд, так скажем, не совсем адекватов даже упоминали почему-то про беспилотники, которые могли бы полететь на Крым, ну и прочие различные заявления неадекватных товарищей. Но вот по Донбассу я решил спросить у бывшего депутата Рады, Алексея Журавка, который, так скажем, мониторит ситуацию по Донбассу. Вообще есть какая-то опасность, развязывание конфликта и вообще, что он думает по этому поводу? Приветствую, Алексей. Приветствую. Такой вопрос. Вот эти все события, Кавказ, Молдавия, Молдова, выборы в США. Вот у некоторых украинских патриотов прям такая радость, ну так называемых патриотов, потому что все мы понимаем, что они вовсе не украинские патриоты. Но у них прям какая-то радость такая, что и вот, возможно, какие-то движения по Донбассу. Да, вот у них есть какая-то такая мысль. И даже были где-то такие, опять же, сумасшедшие заявления в виде того, что и беспилотники, вот видите, как себя показали, и это чуть ли не на Крым можно это использовать. И вообще Турцию они сейчас как-то превозносят тоже вот в этом всем процессе, и считают, что Путин, наоборот, там проиграл, как бы. Ну вот они любят друг другу хвастаться в этом, и что у них есть какие-то такие реваншистские настроения. Ну давай будем говорить так. Безрамотность порождает чудо-дебилов, вот так назовем. Ну, во-первых, они не понимают ничего в геополитике. Во-вторых, они не понимают, что же на самом деле происходит вокруг Украины и вокруг России. Но они должны понимать, я считаю, им открою военную тайну, что то, что происходит вокруг России, то конфликт на Донбассе неизбежен. Так как проевропейские сателлиты американцев, они именно и вырабатывают стратегию «все антирусское». Сегодня они уже на пускуют Молдову, нового молдаванского президента, назовем так, женщину. Давай будем говорить. Горный Карабах, я считаю, не просто так вспыхнул, а это с помощью все равно американцев было сделано. Не вмешательство миротворцев привело бы к более большим трагическим обстоятельствам. Но если эти идиоты, нацики и гребаные политологи радуются этому, чтобы только смертей пролилось, то что бы им сегодня не радоваться обратно, если в Донбассе начнется война. Только у меня вопрос, пойдут ли они туда? Ну, наверное, может быть, как кучешное мясо используют некоторые. Ну, а так все это закончится фиаско. Вот еще одно такое наступление, и мы увидим миротворцев на границе с Польшей. Вот я думаю, что у меня предположили. Понимаешь, все это вот так выглядит. Конечно же, гибель будет людей. Конечно же, то, что сегодня на Донбассе концентрируется, это там и войска концентрируют, и беспилотники возвращают, и завозят беспилотники. Думаю, так же само они возьмут, как с горным Карабахом у Азербайджана получилось. Нифига подобного. Они эту войну проиграют. Только вот останется ли государственность в Украине, вот это будет под знаком вопроса. И будет ли вообще Украина существовать? Надо уже так вопрос ставить. Сегодня, давай будем говорить, проблемы в Украине, в бюджете, денег практически нет, казначейство пустое. Ну, а так они еще спичку подожгут войны и получат ответку. Вот и все. Но это не они, ты видишь, они же как бы не решают по большому счету. Это им могут дать такую задачу. Слушай, мы-то понимаем, что задачу кто-то ставит, я же хотел договорить, но вопрос-то заключается, а кто к ним придет за помощью? Ну, вот в дворном Карабахе, миротворцы, ты видишь там американцев? Нет, я не вижу. Все, их нет. А они же обещали помочь. Они же обещали помочь. У них же самое большое посольство в Армении. А кто на самом деле войну остановил? Слушай, я деньги не хочу обсуждать. Я обсуждаю сегодня человеческую жизнь. А самое дорогое это человеческая жизнь. А вот смотри, просто действительно получается интересная ситуация. В том моменте, что как бы, смотри, Пашинян, да, показал уже, на что способна Соросовская так вся эта движуха. Да, ну вообще вот эти все фонды. Соответственно, ведь в Украине и в Молдове будет то же самое. То есть на что они вообще рассчитывают, даже если на какой-то жесткий сценарий они пойдут? Ну, слушай, понимаешь, Барану сказали биться лбом об ворота. Он и бьется. Ну, сколько можно упреждать и говорить, что будет большая трагедия. Ну, вот этот сценарий, этот весь, просто, ну вот будем говорить, американцы чужими руками пытаются зажечь очаг войны во вред Российской Федерации. Я уже не говорю за русский мир. Они успешно развалили на сегодняшний день такими действиями Советский Союз, да. Они успешно сегодня стерли память тех настоящих героев, которые нас спасли от фашизма. Вот, вот эту память. Ну, о чем мы говорим. Вот теперь Барану пускают на убой. Просто немножко отхождение, да, от темы, но это тоже в теме насчет образования, с одной стороны, и истории. В учебнике по химии, я не знаю, ты, наверное, может, видел, в украинском появилась информация, что содой можно лечить рак и там еще какие-то заболевания. То есть, ты представляешь уровень образования, если в учебнике химии пишут такого, или когда арестовывают пенсионерку за перепост деятелей Советского Союза. Бред, тем более, что ты вот показываешь эмблему, знаки, под которыми победили. Слушай, ну, вот это можно на сегодняшний момент подводить в одну такую форму, когда выбивают память, делают дурных людей, дурная молодежь, содой лечит рак, а потом им говорят на келке-палке. Вы знаете, в чем заключается украинскість? Коли вы будете быть... Я просто привожу такой пример. Пушечное мясо. Вот они и делают, понимаешь? Никто с них историю не помнит, чем это все заканчивается. Понимаешь? А когда уже по голове получат, тогда они вспомнят, может быть, историю начнут книги читать, да? Ну, это уже будет... Другая сила. Другая сила. Будут уже возле Польши. Вот и все. И, кстати, я тебе хочу сказать, что если на Донбассе возникнет конфликт, и вдруг они пойдут, я знаю, что эти голожопые нацики все проиграют, и эти солдафоны ярви украинских ВСУ, поверь мне, большая часть населения поддержит Россию и пойдет их гнать нафиг до самой западенщины. Вот это я знаю. Я исход знаю. Ну, я надеюсь, что не придут такие какие-то действия, хотя... Катя, у меня такое фигня тоже, общаюсь я со многими, общаюсь, что желающих дурных нема, как говорится, наступает. Ну, давай будем говорить. Надо исходить из сегодняшних реалий. Реалии сегодня таковы. А фронт становится все шире и шире. И очаг войны сегодня воспламеняющий. Он присутствует везде. Молдову почему туда тащат? Это один ответ. Почему сегодня так с Грузией поступают? Это другой ответ. Почему сегодня Турция дала согласие на то, чтобы свои войска внести непосредственно в Азербайджан? Тут тоже надо ушки на макушке держать. Тоже свой ответ. Надо посмотреть, как на сегодняшний момент самолеты проходят. По какой линии. В Крыму, в Черное море они улетают. Над Донбасской территорией пролетают. Над Украиной. Надо взять те же самые пролеты бомбардировщиков во внимание. Все эти пазлы надо складывать в кучку. И вот если все это сложить, то уже вырисовывается, что готовится фронт против России. И Белоруссия в том числе там. Надо и смотреть на Белоруссию. Ведь ее начинают качать и качают. И не надо расслаблять, как там говорят, булки. Не надо. Нам надо сегодня объединяться. Всем здравомыслующим людям объединяться. И все. Только тогда мы победим. Вот как сегодня блогеры должны объединиться вместе. Журналисты профессиональные должны вместе объединиться. Мы должны сегодня вещать прямо туда, чтобы не позволить, чтобы украинский нормальный народ пошел в мясорубку. Мы не должны это позволить. Ну, то есть все должны объединиться на самой главной идее. Это мир. Правильно? Конечно. Конечно. Что может быть как бы главнее мира? Мне кажется, ничего. Ну, сегодня, к сожалению, я вижу, что идет к военному конфликту. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни затягивали. Владимир Владимирович Путин тоже не хотел, чтобы горный Карабах горел и пылал сегодня. Но смерти российских летчиков, вертолетчиков сделали свое, как говорится, жаль мне этих ребят. И это действительно герои сегодня они. Но сегодня мир хоть там настал. Надо было этот мир делать и в Донбассе очень быстро и жестко. Так же само миротворцево. И все, и закончить. А там бы дальше смотрели. Но сегодня ее политика считает нужным, кто ее формирует, идти на сегодняшний день вот таким путем. Вяло текущая война. Фактически вот я присутствую на войне. Я уже давным-давно информационно воюю. Вот и все. Ну да, у тебя действительно есть еще и статьи, которые реально против тебя возбуждены. Поэтому я тебе и позвонил, потому что ты отслеживаешь ситуацию как бы по Донбассу. Потому что для меня немножко эта тема дальше. Я не так, наверное, активно отслежу. То есть вот я услышал, в принципе, твое мнение. Я надеюсь, что зрители поняли тоже, что как и почем. Вот твой взгляд именно. Но все-таки шанс есть сохранить мир нормальный. Ну, давай так. При таком сегодняшнем руководстве, какое присутствует в Украине, ну, я бы не тешил бы в себя на... Я хочу сохранение мира. Хочешь какого-то. Но его не будет, потому что руководят... Одни децимбилы, продажные куклы руководят. И давай будем говорить так. Ну, на сегодняшний день обратно с пепла поднимается тот же самый Порошенко. Мы увидим, что развивается страна. И то, что происходит сегодня, это совсем не так, как надо. Мы видим, что происходит с Минскими соглашениями. Как их просто-напросто дезавалируют. Мы видим на сегодняшний день яркие заявления. Вот давай будем говорить, ну, это не бред взять 44 самолета, арестовать. Да, они для картинки хотели Байдену там показать, что вот мы боремся, типа, с агрессором. Ну, какое отношение имеют сюда самолеты, я этого не понимаю. Которые перевозят жизни человеческие, назовем так, людей. Занимаются мирным, как говорится, обслуживанием населения. Вот я этого не понимаю. Ну, по барабану, что вы арестовали. Ну, это же все мелкие вот такие закавычки. Да, они приводят к конфликту. Хочешь не хочешь, это раздражитель. А если раздражитель присутствует, значит, это какие-то действия негативные. Вот это все и упирается, когда все этот пазл сложить в информационном поле, что происходит в Украине, то это к войне. Увы. Ну, давай все-таки будем надеяться на лучшее. На лучшее, да. Ну, спасибо за твое мнение. Ну, хотел бы попросить всех твоих подписчиков, чтобы заходили на мой телеграм-канал, читали, видели все, что я пишу. Алексей Журалко. Вот. И пожелать всем здоровья и мира. Благодарю. Все ссылки под видео. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.